итак сейчас послушаем насколько тихо работают приборы я по выключал все компьютер выключил холодильник чтобы ничего не гудело будут только часики тикать но специально их не убираю что было с чем сравнивать по звуку и так слушаем начнем с дайкина практически то есть что-то где-то так отдаленно то есть в таком режиме это такой нормальный режим для этого прибора его не слышится не то что спать не мешает то есть какое-то движение воздуха двигатель вообще не гудит ничего не кстати вот тоже плюс к тому же дайкина в том контексте что с этим прибором не происходило за последние там вот эти десять лет двигатель как работал так и работает стабильно не гудеть не шумит ничего при этом никаких профилактических работ кроме чистки самого аппарата не проводилось ну да ладно самый тихий режим наверно больше слышно там телевизор так следующий в этом режиме он работает кстати как анти пыльца него это называется полда у час а вот анти пыльца на самом деле это просто запрограммированные режимы по мнению разработчиков если вы открыли окно там весной допустим во время цветения и типа этого должно быть достаточно выключили анти пыльцу то есть это режим номер два тоже не напрягающий режим абсолютно без проблем этот режим уже слышно уже достаточно сильный то есть это вот как раз равные анти пыльце следующий режим уже достаточно мощно опять же спать можно может быть не каждого меня будет уже доставала но в этом режиме сразу скажу он работает крайне редко слава богу так и наконец опять же вот выключается самый слабый режим и попробуем сейчас режим turbo ну тут уже да но этот режим мы используем когда надо быстро прогнать воздух быстро чистить и так далее и в этот режим включается когда сам он включается только максимум на этот режим сейчас покажу в турбо режиме он работает только при вручном используем так вот в целом могу сказать что 90 процентов рабочего времени он работает в таком режим соответственно из всего того что я видел на российском рынке ходил на выставках самый тихий приборов казалось бы то что он тихо работает нужно числа бы в этот момент и гоняет воздух так как тут есть датчики когда будет воздух более загрязнен на мой взгляд они работают достаточно корректно он включится на необходимую мощность то есть час горит три лампочки тут режиме авто вот он включается соответственно сам на такой режим который надо есть соответственно у него есть у него режим релакс так называемая ну это просто заряжает отрицательными ионными когда заряжает отрицательными ионными кстати это есть именно в мойках воздуха банэка раз пишет которые вот благодаря вот этим отрицательным ионом и лучше прилипает пыль непосредственно к тем же самым диском тут точно также пыли нам заряжать отрицательными ионами на меньше менее летучие соответственно и более прилипучие очистительным элементом а вот в электролюксах допустим нету такой вот этой прионизации воздуха но там гораздо больше дисков то есть чем и компенсируется поэтому тут на самом деле самостоятельно принимайте решение нужно и не нужно какой прибор приобретать так рассмотрели дайкин а теперь болю болю который стоит в разы дешевле просто в не то что в разы а кардинально дешевле очищает воздух не хуже но есть маленький недостаток опять же преимущество то что он может работать горизонтальном только вертикальном положении так включаем на самый слабый режим во первых сразу обращу внимание если слышно на камеру чуть-чуть гудит двигатель чуть-чуть слышно как вентилятор работает видно его как-то вернее слышно его как-то в чем-то эти режимы но они на шум никак не влияют то есть это самый слабый режим на мой взгляд он сопоставим с режимом антипыльца то есть понятное дело разработчики хотели показать эффективность самого прибора но немножко забыли про то что прибору захочется и во время сна пользоваться на мой взгляд при таком шуме как-то особо не очень комфортно спать это кстати тоже недостаток мобильных кондиционеров про них тоже могу рассказать мобильные кондиционеры вещь вообще классная то есть это кондиционер который не требует монтажа но спать с ним невозможно он шумный потому что это два в одном прибора то есть это и внешний и внутренний блок в одном приборе ну ладно возвращаемся к очистителям еще шумнее и максимальный режим ну максимальный режим здесь равен режиму turbo то есть стоит ли за это переплачивать решайте сами я после того как особенно было с чем сравнить считал что да все таки в данном случае дешевенький прибор немножко так подкосил но разница в цене вроде бы и хочется закрыть на это глаза на все там давит поэтому я его использую только на кухне спальник категорически не для меня но я не говорю что вы не сможете с ним спать вот кстати нарисовано количество фильтров какой там как какой последовательности подсказка располагать ну это уже отдельную инструкцию будете смотреть то есть еще раз сравнивать вот это и вот этот странно да что этот прибор то работает его не слышно а это слышно именно вот именно в таком режиме то есть сопоставимо вот кстати какой-то запах появился лампочка загорелась посторонний я не чувствую но прибор в общем вот такая вот ситуация принимайте решение сами и так подытожим я любитель иногда повторяться вы уже простите но давайте все таки подытожим очиститель воздуха вещи которую надо приобретать только в первую очередь где есть аллергики то есть в доме она в любом случае не помешает особенно после того как посмотришь какой результат достигается непосредственно после работы этих приборов то есть когда смотришь на эти фильтры и ты понимаешь что ты этим дышишь очистить воздух это нужная штука но в первую очередь аллергикам если у вас нет аллергиков достаточно мойки воздуха но как дополнительный аппарат не помешает если живете в мегаполисе второй момент обращайте внимание на стоимость расходных материалов сможете ли вы их достать у какого поставщика идеи и когда приобретать и давно ли этот бренд и вообще фирма на рынке и насколько даже обращать внимание на количество региональных представительств потому что если достаточно количество региональных представить что значит и запасы они держат адекватные соответственно на стоимость самих расходных материалов обращайте внимание и не думайте что купив очиститель воздуха вам не нужно будет та же самая мойка воздуха и я считаю данном комплекте который есть у меня у меня грубо или хотя бы какая-то золотая середина вместе очиститель воздуха есть и увлажнитель воздуха ультразвуковой на зимний период времени чаще всего им пользуюсь потому что зимой вообще с влажностью достаточно очень туго и есть соответственно мойка воздуха который работает у меня постоянно круглосуточно в постоянном режиме у меня работает два прибора то есть на протяжении многих многих лет то есть мойка воздуха больше шести лет очиститель воздуха больше 10 лет то есть эти приборы я выключаю наверно только там куда-то уезжая на длительное время на два на три дня как-то так вот будут вопросы пишите чем смогу тем помогу на связи